всем приветики я тут смородинку собираю черную уже пора ее собирать она поспела правда куст такой своеобразный тут его подвязывали в общем надо мне собрать на смородину и заодно я пошла посмотреть что там с моими цукини происходит с кабачками и каково было мое удивление когда я увидела что под конец недели у меня уже такой огромный урожай я честно ребята не знаю куда мне это все девать смотрите выросло два огромнейших просто цукини у таких огроменных я в шоке еще в начале недели и показывала тут были такие ну где-то вот такие вот маленькие а сейчас такие огромные два кабана конечно урожай это хорошо также я решила вот таким образом подвязать огурчики чтобы они плелись вверх потому что ну потому что я не рассчитывала что у меня такие огромные повырастают цукини кабачки что будет столько много урожая что они позабивают мне огурчики потому что листья вы сами видите какие огромные просто лопухи вот растет тоже я чувствую уже в начале следующей недели будет огромный кабачок так 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 и еще где-то я здесь а вот смотрите вот это да это еще не все еще там дальше есть сейчас я долезу туда покажу фух пробралась смотрите огромный какой боже мой вот это урожай вот это урожай и это еще не все где-то я еще видела огромный или я его уже показывала еще маленький растет вот он манипуська в общем урожай хороший меня это радует единственное ой как вылезти мне отсюда единственное это то что цукини ем только ядро милаших ест очень редко разве что только когда я делаю такие овощные оладушки ну сегодня наверное опять придется делать потому что ну куда их девать мне там еще цукини одно лежит в холодильнике этот пусть пока растет не буду его срывать потому что потому что моего не съедим зачем чтобы он холодильнике лежал сорвем вот эти самые большие ребята вот это я конечно оля огородник вот это я в этом году цукини объемся не знаю тут пока пусть растет тоже не буду его срывать хватит этого потому что у меня еще в холодильнике лежит один цукини да уж надо мне дособирать смородину и наверное я пройдусь покажу здесь траву потому что уже такая травка подросла чтобы было легче ее косить у нас сегодня на улице пасмурно такой прохладный ветерок но меня это радует потому что я уже немножко устала от жары жара хорошо когда ты на море отдыхаешь а когда ты дома сидишь в душном вот этом воздухе обитаешь то это конечно не очень хорошо хорошо когда ты на отдыхе они когда у тебя полно дела надо и косить и убирать кстати у нас орех пошел расти вообще просто замечательно после того как я здесь по убирала всю крапиву ну и потихоньку навожу порядке кашу травушку то орех пошел расти 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 и я смотрю что уже в этом году у нас будут первые орехи первые орехи смотрите о о что значит наводить порядок и сразу там вверху я вижу орешки вот смотрите лайка красиво так что у нас уже скоро будет наш орех соседский орех я не знаю в том году много орехов собрали соседского ореха потому что прям там ветки падают к нам во двор ну естественно мы их собираем эти орехи ладушки буду заниматься смородиной брала я смородинку и еще даже покосила траву на заднем дворе сейчас покажу смотрите сколько у меня красотищ и красоты две большие мысочки барси смотри сколько смородины видел обалдеть обалдеть кладицы витамина c черная смородинка взяла аккумуляторы я хочу взять секатором немножко там попробовать высокую крапиву подстричь и секатором быстренько пройдусь чтобы она не такая высокая была то чем выше крапива тем больше всяких насекомых комаров и жуков которые грызут еще мусор надо вытянуть нежданно негаданно сегодня столько много дел сделала хотя воскресенье в пользу ничего нельзя делать но я делаю тогда когда у меня есть возможности когда позволяет погода мне это делать потому что если будет дождь то естественно я не могу это ничего покосить и если будет сильная жарюка то тоже а еще сегодня 24 июля и как это печально осознавать что на украине уже пятый месяц идет война это конечно вообще просто жесть не видно ни конца ни края этой войне и не известно что она будет дальше непонятно на что можно вообще рассчитывать и когда ты думаешь о том сколько уже людей погибло сколько деток сколько животных домашних животных сколько бросили и они остались вообще бездомными сколько разрушено домов квартир людям возвращаться некуда и вообще не известно ли если смысл вообще возвращаться сколько затрачено денег на все это города каждый день каждую секунду каждую минуту разрушаются наши любимые города и вообще вообще не знаешь когда будет конец когда будет просвет когда этот ад и ужас закончится но мы будем надеяться на лучшее все будет украина и надеюсь что в ближайшее будущее наконец-то везде все будут писать ура вы на закончилась на украине ура ура хотя когда я смотрю какие-то фильмы вернее фильмы фильме кем видео прогнозы вообще как что обстоят дела недавно смотрела видео девушки с мелитополя которая показывала какие огромные очереди в мелитополе на то чтобы получить российский паспорт я ни в коем случае не осуждаю этих людей потому что я понимаю в какой ситуации они оказались глупой и нелепой то что им приходится как бы жить в этом аду и принимать те условия которые сейчас происходят то есть жить на оккупированной территории многие просто-напросто физически не могут выехать у многих нет вообще никаких денег для того чтобы хоть как-то уехать и какой-то промежуток времени прожить хотя бы то есть это очень сложно многие не могут уехать потому что много животных это тоже проблема да я знаю что во многих странах принимают и животными но к сожалению на данный момент это очень сложно найти жилье и чтобы тебя взяли животным очень сложно вот поэтому поэтому смотрела это видео про мелитополь и просто сердце замирает от боли за людей за моих земляков то что вот приходится ему жить в таких реалиях это конечно печально и говорится никуда от этого не денешься у меня есть еще единственное что очень сильно поражает и не то что поражает а просто приводит в какое-то такое непонимание то есть я до конца не понимаю этой ситуации как так возможно что не успели войска войти да эти орки не успели войти на украинские территории сразу же ставятся молниеносном банкоматы сразу же вводится рубль в магазинах молниеносно меняются ценники на рубли краситься все в их дурацкие эти цвета я вообще не понимаю они с собой это все везут этот банкомат и все остальное может кто-то понимаете может мне ответить на этот вопрос так что жду вас в комментариях короче ребята пойду я быстренько постараюсь немножко подскосить высокую крапиву и потом меня ждет смородина нужно перебрать ее и вся эта смородинка все эти две мысочки пойдут в морозилку так как у нас с сахаром дефицит поэтому я все заморожу а зимой уже будем там смотреть на как говорится свое желание на свое усмотрение что-то можно будет сахаром потом там сварить сделать какие-то соусы со смородины ну то есть это уже вареничком это уже будем смотреть и так просто можно кушать она очень даже вкусная смородина когда ее заморозишь вот именно черная мне нравится а потом размораживаешь и кушаешь кто ко мне идет кто ко мне идет мой малыш мой малыш моя жоечка бизит бизит ко мне мой кнопочка кнопочка моя шлачка я все ребята всем хорошего настроения будем надеяться на то что скоро наступит мир на украине все будет украина я имею ввиду наши территории украинские они будут нашими и никакие орки никакие оккупанты не испортят моим землякам жизнь надеюсь на то что все скоро улучшится все всех люблю целую до новых встреч на моем канале папы зячки кстати не забывайте подписываться пожалуйста я вас очень прошу ну так мне хочется чтобы у меня канал как бы рос а мы как-то на одном месте топчемся и топчемся все подписывайтесь зовите своих друзей и знакомых на мой канал потому что я хочу вести прямые трансляции тоже да барсик да а мы будем стараться и снимать много интересных видео все всем папа да уж смородины у нас я честно говоря так устала ее перебирать целая гора что моничка что судочек оставлю нам кушать и буду делать чизкейк милошу на день рождения мне кстати нужно будет смородина а все остальное заморожим а